Она гордость школы и семьи Юлии Суконкина. На ЕГЭ показала блестящий результат. Русский язык 100 баллов, биология 100 баллов. Прежде всего нужно быть организованным человеком, поставить себе цель. Я вот хотела поступить в Плехановский университет, я знала сколько мне нужно набрать баллов, чтобы поступить на бюджет и шла к своей цели. Каждый день выделяла время для того, чтобы прорешать варианты, прочитать информацию. Очень активная студенческая жизнь. Плехановский университет славится именно этим тоже. Каждый может найти себя в той сфере, которая ему интересна и можно поучаствовать в различных проектах, которые помогают раскрыть себя, понять, что тебе интересно и понять, на что ты способна. Юля из многодетной семьи. Ее всегда отличали усердие и прилежание, аналитическое мышление, тяга во всем разобраться самой. У нас есть такая ученица, которая имеет два результата стобальных по предметам русскому языку и по биологии. Юля скромная очень, душевная девочка, большая труженица. И, конечно же, все это ей далось нелегко. Конечно же, с помощью ее труда и большого желания, желания достичь что-то в жизни самой. Конечно же, когда кто-то из школьников добивается таких успехов и поступает в высшее учебное заведение такого уровня, как Плехановская, конечно же, для нас это тоже гордость, почет. Тем более, Юлю мы знаем достаточно давно, очень активная девочка, которая и во всех мероприятиях принимает участие, и в жизни в школе, и спортом занималась. В школе, размышляя о выборе будущей профессии, девушка с увлечением занималась биологией, химией, демонстрировала успехи в легкой атлетике и танцах. А вот сердце ее принадлежало экономике. Примером для меня и почему, собственно, я заинтересовалась экономикой, это моя учительница по экономике Галина Петровна. Именно благодаря ей я вообще решила стать экономистом. Она очень интересно преподавала свой предмет. Она всегда сопровождала примерами из жизни, и поэтому я решила получить экономическое образование. Когда такие талантливые ученики, я уверена в том, что у нее будет и биология, у нее будет и русский язык, и все другие предметы. Потому что когда человек талантлив, он талантлив во всем. И экономика была только тем предметом, который объединял ее знания, полученные во всех других науках. Нельзя быть выдающимся только в одном предмете. Это как заразная болезнь передается. Конечно, очень здорово, что Юля выбрала Плехановскую академию. Я уже старый человек, но я всегда знала, что есть несколько престижных вузов, которые обучают экономике по-настоящему. Один из них – это, конечно, Плехановская академия. И, конечно, хорошо, что она учится в вузе. Самое лучшее в жизни – это учиться. Родители во всем поддерживают свою дочь Юлию. По их словам, успешные результаты, в том числе заслуга и педагогов школы. Директор школы создал очень хорошие условия. Педагоги школы инициативные, любознательные, очень переживают для девчонок и мальчишек. И я связываю результаты, достигнувшие нами и моей дочерью, со школой, с ее учителями. Папа ее – выпускник нашей школы. Сейчас папа тоже наша гордость. Он работает в комендатуре Кремля президента. Мама – педагог дополнительного образования в нашей школе. Еще в детстве Юля говорила, что мечтает стать экономистом высокого класса, а со временем – главой Центробанка России. Спасибо большое педагогическому составу, потому что это большой вклад их. Я знаю, у нее есть цель стать главой Центробанка. И, конечно же, нам свои люди в Центробанке тоже нужны, поэтому мы будем всячески поддерживать это стремление. Впереди у студентки Рео много новых открытий, интересных встреч, больших достижений, реализации дальнейших планов. Но, как она признается, путевка в жизнь, полученная в стенах родной островецкой школы, особенно дорога, ведь она проложила дорогу к заветной мечте. Андрей Полустунов, Алена Иванова, Ольга Захваткина. Для программы «Городские вести». Продолжение следует...